МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позвали кодекс Капиали по одной из сразу прочтенных надписей на переплете. Почти 50 лет лингвисты пытались проникнуть в тайну зашифрованной рукописи. И только сейчас группа шведских и американских ученых перевела первые 18 страниц манускрипта. Оказалось, что на бумаге есть особые водяные знаки. Примерно такие наносят для защиты подлинности над денежной банкнотой. Но кто мог освоить такую технологию в 17 веке? Впереди у криптологов еще 105 загадочных страниц древней рукописи, которые предстоит расшифровать. Возможно, этот манускрипт позволит вернуть зрение незрячим и победить смертельные болезни, которые сейчас считаются неизлечимыми. По характеру текста историки сделали вывод, что книгу писали представители тайного ордена, увлекавшегося медициной. Но что содержат тайные знаки? Могут ли таинственные рецепты спасти жизнь или, наоборот, ввергнуть в страшные муки? В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Что зашифровал в своих письмах Джек-потрошитель 20 века? Это как бы немножечко за гранью современного понимания. Загадка египетских иероглифов раскрыта. Жрецы предсказали историю нашей страны. Это второй язык, тайный. Вот именно в тайном языке заложена истина. Какие знаки оставили инопланетяне на своем первом земном космодроме? Пугает, но другого термина пока что общего потребительного нет. Неужели великий поэт предвидел развал СССР? Тайное послание в строках поэмы Русланы Людмилы расшифровано. Миф обязательно становится пророчеством. Как кот Далай-Ламы спас Брежнева? Кот должен оберегать хозяина ото всех опасностей. И таинственные пассажиры московского метро. Почему они исчезают? На станции Новослободская вся компания направилась к выходу и словно растворилась в воздухе. Здравствуйте! С вами Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире. Иногда они почти незаметны, но от некоторых просто не отвести взгляд. Таинственные послания. Они доходят до нас через века в виде наскальных рисунков и старинных манускриптов. Их оставляют никому неизвестные художники, знаменитые поэты и музыканты. Но что они, эти таинственные знаки, означают на самом деле? Как они могут изменить нашу жизнь? Мы попытаемся разгадать их скрытый смысл. Убийца по кличке Зодиак терроризировал Сан-Франциско в 60-е годы прошлого века. Маньяк по собственному признанию убил 37 человек. Для Сан-Франциско это был в случае кошмар. Люди боялись выходить на улицу, детей в школу сопровождали полицейские. Но дело в том, что до сих пор этот кошмар продолжается. После каждого убийства Зодиак отправлял письмо в газету «Сан-Франциско Хроникл». Он грозил новыми жертвами и выдвигал свои требования. Зодиак практически стал хозяином города. В газетах печатали его высказывания о новых фильмах, а в утренних телешоу выступали люди, которых требовал показать маньяк. И все потому, что никто не смог перевести другие послания Зодиака, написанные тайным шифром. Здесь и полиция, и ФБР, и спецслужбы оказались бессильны. Информация не поддавалась дешифровке. Вообще задачи сложные. Надо сделать перебор гигантского количества вариантов. Бывает, это количество вариантов превосходит число атомов даже на Земле. Неизвестно, что при помощи тайнописи убийца сообщил все свои личные данные, вплоть до адреса и номера медицинской страховки. Но почему же их невозможно прочитать? Специалисты пришли к поразительным выводам. Маньяк едва-едва умел писать. Перед нами послание Зодиака. Путем подбора знаков были определены четыре символа. Пи, ар, ди и си. Кажется, полная бессмыслица. Впоследствии было определено, что си на самом неделе не си, а с. Парадайз. Но Зодиак не знал английского языка, как не знал и другого земного языка тоже. В какой-то момент в прессе появилась версия, что Зодиак не совсем человек. Именно поэтому все криптологи Земли бессильны. Код за гранью возможностей человека. Ведь убийца пишет на родном инопланетном языке. Всего Зодиак отправил четыре закодированных послания. За сорок с лишним лет удалось расшифровать лишь одно письмо. Причем сделали это не профессионалы, а супруги Харден, любители головоломок. Код Зодиака смогла разгадать обычная американская семья. Они увлекались кросквордами, как-то так у них совпало, что они смогли раскрыть пару фраз, благодаря которым раскрыли содержание всего письма. Они предположили, что таинственные знаки в письме просто искаженные латинские буквы. Убийца не знал, как их писать правильно. А, например, квадратная скобка может означать повтор предыдущей буквы. При этом маньяк использует простейший код, известный еще в античности, как код Цезаря. Переставляем по частоте и времени, получается вот пазл такой. Соответственно, если имеется ключик, что его возможно собрать, получается на обратно разборчивая речь. Если такого ключика не имеется, то это хаотический набор свиста, шума, хрюканья и так далее. Таким образом, например, из бессмысленного H-E-R с квадратной скобкой получилось английское kill – убить. Тайное послание Зодиака вызвало ужас в Сан-Франциско. Мне нравится убивать людей, потому что это прекрасно. И те, кого я убил, будут моими рабами в раю. Ответ на вопрос, был ли Зодиак человеком, до сих пор не очевиден. Могла ли череда этих жестоких убийств стать чудовищным экспериментом? Ведь существо, которого никто никогда не видел, по сути почти год управляло огромным городом. И не об этом ли написаны еще три послания Зодиака, которые на Земле не могут расшифровать? Такие сообщения преследуют человека с древнейших времен. Причем их никто особенно не скрывает. Все загадочные послания, которые невозможно прочитать, доступны для публики. Есть такое правило «хочешь что-то спрятать» – положено самое видное место. И разве не так поступают авторы тайных текстов? Вот копия уникальной книги. Ее назвали «Кодекс Копиали». Авторство приписывают немецким масонам, которые зашифровали в книге фантастические рецепты борьбы с неизлечимыми болезнями. Но почему мы до сих пор не можем прочитать эту книгу до конца? Первыми в тайну древней рукописи проникли ученые из Университета Калифорнии. Сначала лингвисты решили выяснить, на каком языке написана книга. Оказалось, что манускрипт содержит фрагменты из разных эпох. Его, по всей видимости, составляли несколько авторов. Это открытие позволило лингвистам всего мира иначе взглянуть на Кодекс Копиали. Перед нами страница из Кодекса Копиали. Здесь на латинском и старонемецком есть текст. Также есть секретные части, заполненные непонятными символами и цифрами. Впоследствии стало понятно, что значение имеет не сколько знаки и цифры, буквы, а расстояние между ними. Из первых страниц манускрипта ученые поняли, что имеют дело с тайным орденом. Причем не просто масонским, а неким обществом, которое охраняло тайны вольных каменщиков. Это своеобразный спецназ ордена, обладатели высшего знания. Но после описания невиданных на Земле ритуалов, лингвистов ожидало ошеломляющее открытие. На рубеже 17-18 веков авторы Кодекса проводили уникальные операции на глазном яблоке. Человек для того, чтобы стать членом общества окулистов, должен был прочитать предложенный ему лист бумаги. Надо сказать, что на листе бумаги не было написано ничего. Мы говорили, вам потребуется операция на глаза, чтобы наконец-то увидеть свет. Эти загадочные офтальмологи умели лечить катаракту и другие болезни, которые даже в наше время ставят врачей в затруднение. Члены тайного общества называли себя Орденом Окулистов. Репарации окулистов состояли одновременно и врачи, и шлифовальщики стекол, и техники по изготовлению очков, и хирурги, которые проводили глазные операции. Но где средневековый Орден мог получить подобные знания? И главное, кто изготовил оборудование для высокоточных операций? В то время на Земле не существовало мастеров, способных создать приборы и инструменты такого уровня. Возможно, эту тайну раскроют нерасшифрованные фрагменты кодекса Копиали. Но над ними, как говорят специалисты, некий гениальный криптолог поработал особенно тщательно. Удивительно, но все загадочные послания можно разделить на две группы. Одни содержат важные для человечества знания, другие, как письма Зодиака, вполне определенную угрозу. Некоторые исследователи считают, что наша планета получает сообщение по меньшей мере от двух разных сверхцивилизаций. И продолжается это не одну тысячу лет. Смотрите после рекламы. Мечта фараонов. Где древние жрецы хотели построить Новый Египет? В этих рисунках зашифрована все-таки гибель человеческой цивилизации. Могут ли наскальные рисунки быть последним письмом исчезнувшей цивилизации? Конец света – это следствие того, что к вам на Землю приходят пришельцы. Что написали друидам пришельцы с других планет? Друиды узнали магию и научились управлять силами природы. За несколько тысяч лет на Земле скопились сотни загадочных посланий. Их истинный смысл открывается далеко не сразу. Иногда несколько поколений ученых работают над одним текстом, чтобы получить достоверный перевод. Так вышло, например, с египетским письмом. Оказывается, на стенах гробниц древние египтяне записывали не только биографию фараонов. Иероглифы содержат рецепты долголетия и описывают тайные ритуалы. Но самое главное – в них можно найти предсказание будущего. Это кажется невероятным, но жрецы описывают события во вполне конкретной стране – в России. Десятки лет ученые пытались расшифровать загадку древнего египетского письма. И до сих пор нет единой точки зрения на то, что же все-таки означают эти символы. Современные исследователи уверены – часть иероглифов посвящена некой великой стране. Но не Египту. Символы говорят об огромном государстве на далеком севере. Мы, расшифровывая сейчас в современном виде, видим, что некоторые расшифровки касались нашей советской страны. Могли ли древние ученые составить особый календарь, который предупреждает потомков об опасности в будущем? Или, напротив, обещает возрождение самого Египта с его жреческими традициями, но в другой части планеты? А это второй язык, тайный. Вот именно в тайном языке заложена истина. Устройство великой северной страны, которую описывают древние египтяне, поражает странными совпадениями с советской реальностью. Во главе фараон. В Советском Союзе генеральный секретарь. Ниже жрецы, то есть партийная номенклатура. А между народом и жрецами люди с медицинскими инструментами, астролябиями и кистями для рисования. Та самая прослойка, о которой позже говорил Ленин. Интеллигенция. Жрецы стали видеть те законы, по которым развивается наша Вселенная. Законы, по которым развивается человечество и сам человек. Но самое страшное открытие исследователи сделали, изучая египетскую карту этой северной страны. В центре загадочного государства египтяне поместили небольшую пирамиду. Неужели кто-то из предсказателей смог разглядеть в далеком будущем мавзолей Ленина на Красной площади? Мы все-таки задаем себе вопрос, откуда это, а столько информации, откуда столько знаний, откуда люди тогда уже знали столько, и почему они зашифровывали свои знания. Неужели египтяне понимали, что их империя не вечна, и готовили для себя новый плацдарм? И только ли для себя? Вот древние изображения летательных аппаратов, которые никак не могли быть построены самими египтянами. На соседних рисунках машины, напоминающие танки. Похоже, что в империи фараонов существовали базы другой, более развитой цивилизации. Все знания, которые приходят в наш мир, они получены нами от вышестоящих цивилизаций. Но почему это фантастическое сочетание древних традиций и космических технологий должно, по мнению египтян, возродиться именно в России? Исследователи уверены, инопланетные учителя фараонов предвидели последствия глобальных катастроф. Российская территория, она сохранит свое состояние в первоначальном виде. То есть единственное, что изменится климат, он будет более теплый. Естественно, после того, как на планете изменится климат, после чудовищных землетрясений и наводнений, космическим наблюдателям будет нужна новая база. И египетские жрецы, похоже, знали, где она возникнет. Тайные послания от древних цивилизаций встречаются на всех континентах Земли. Вот наскальные рисунки, обнаруженные в джунглях индийского штата Мадья Прадеш. А это послание из другой части света. Изображение странных существ, найденных в пещерах недалеко от Онежского озера. Но одни из самых загадочных рисунков можно увидеть в Таиланде, в национальном парке Бок-Харани. Эти рисунки нашли в пещерах на юго-западном побережье страны, в провинции Краби. Попасть в эти каменные галереи с берега невозможно. Вход в укрытие древних людей открывается с моря и только в момент отлива. Все остальное время пещера надежно закрыта от внешнего мира. Но что заставило первобытное племя искать столь странное убежище? Несомненно, это, конечно, рисунки инопланетян. Эти изображения, они выходят за рамки восприятия обычных людей, наших предков. Обнаружив первые рисунки, ученые решили, что имеют дело с изображением неких демонов. Но следующие находки никак не вписывались в эту теорию. Например, где древний художник мог увидеть руки с шестью пальцами? В глубине пещеры исследователи ожидал еще один сюрприз. Этот рисунок самолета словно пришел сюда из древнего Египта. Причем, как выясняется, загадочные летательные аппараты в этих пещерах и в гробницах фараонов рисовали примерно в одно и то же время, за три с половиной тысячи лет до нашей эры. Но с древними тайцами, по всей видимости, представители сверхцивилизации не нашли общего языка. Эксперты считают, что именно поэтому племена были вынуждены прятаться в хорошо укрепленных укрытиях. На побережье Таиланда кто-то планомерно уничтожал первобытных людей. Да, несомненно, это, конечно, имеет место, потому что различные цивилизации, которые посещали нашу планету, они между собой не всегда были в дружественных отношениях. Часто они находились в состоянии войны, вражды, и бои между этими цивилизациями наши предки, конечно, наблюдали не раз. Выходит, что не для всех народов контакт с инопланетным разумом заканчивался одинаково. Одни получали знания, других уничтожали, а кого-то, судя по всему, использовали как рабочую силу. По мнению исследователей, об этом говорят тайные послания, обнаруженные в Латинской Америке. Огромные картины, названные геоглифами Наска, можно рассмотреть только с большой высоты. И вряд ли люди сами решили создать эти грандиозные рисунки. Люди так вот прошли, построили кривую, она вдруг оказалась метапатически идеально выверенной. Этого нельзя. То есть, как они это делали, что это делали, это как бы немножечко за гранью современного понимания. Десятки линий проходят через горные породы, и это, по мнению экспертов, подтверждает их внеземное происхождение. Тысяча лет назад люди обладали лишь примитивными орудиями для охоты и земледелия. Слишком плотные и твердые породы, чтобы в таком массовом количестве их могли обработать медными или даже бронзовыми инструментами. Возможно, исполинские рисунки были опознавательными знаками для космических кораблей, прилетавших с других планет. Плато было одним из самых древних космодромов. Местные жители строили его под руководством пришельцев и при помощи инструментов, которые привезли инопланетные инженеры. А разные животные могут обозначать посадочные площадки для разных типов космических кораблей. Эти камни в Ирландии считают особым посланием для землян. Каменные колонны в Ирландии относятся к эпохе друидов, кельтских шаманов. На колоннах оставлены насечки, возможно, даты последующих посещений Земли. По одной из версий, эти зарубки – язык одной из дальних планет Солнечной системы. И читать его лингвисты пока не научились. Многие надписи кажутся бессмысленными, как, например, вот это. Ученые считают, что это зашифрованное послание потомкам. Исследователи предполагают, что это своеобразный календарь. Коридор построен так, что раз в год солнечный свет проникает через отверстие в стене и достигает определенной точки. В день весеннего равноденствия он указывает на дату следующего контакта с внеземным разумом. По движению луча жрецы наблюдали, сколько времени осталось до следующего визита. Кстати, построить это сооружение тоже помогли пришельцы. Здесь еще не знали настолько хорошо математику. Однако ни данные уникального календаря, ни кельтские тексты на камнях пока не удалось расшифровать. Именно поэтому, хотя солнечный коридор исправно работает, определить дату следующего визита инопланетян невозможно. До сих пор общение при помощи зашифрованных посланий было односторонним. Все изменилось после того, как у обсерватории в Англии были обнаружены вот эти таинственные рисунки. Это не просто круги на полях. Например, вот эта прямая линия в центре содержит двоичный код, который знаком любому программисту. Британские ученые считают, что таким образом космос ответил на сигнал Земли. Его отправили в 1974 году при помощи радиотелескопа Арисибо. Они возникли за одну ночь на пшеничном поле прямо у огромных антенн обсерватории. На Земле рисунки выглядят, как бессмысленное нагромождение линий и точек. Полная картина видна с высоты не менее 300 метров. Ее словно специально разместили поближе к ученым, которые занимаются изучением дальнего космоса. Они считают, что это вот послание инопланетного разума, разума, находящегося за границами нашей Солнечной системы. В это трудно поверить. Но сложнейший рисунок учил Болтонской обсерватории. Это едва ли не единственное сообщение из космоса, которое удалось перевести почти полностью. По форме он напоминает сигнал, отправленный в 1974 году в созвездие Геркулеса. Тогда ученые тоже использовали двоичный код, чтобы зашифровать структуру ДНК человека, данные о Солнечной системе и химических элементах, которые поддерживают жизнь на планете Земля. В ответном послании нам рассказали о звездной системе из пяти обитаемых планет. Центральной линии, как и в сообщении из Земли, обозначен характер ДНК инопланетян. Их генетический код резко отличается от ДНК обитателей нашей планеты. Мало того, среди важных химических элементов, авторы послания не упомянули углерод, который на Земле является основой всех форм жизни. Зато в кодированном сообщении упомянут кремнии. Было изображение некого существа, человекоподобной формы, то есть гуманоидной формы, но отличающейся от людей на Земле. А это совсем свежие следы инопланетной активности. Их обнаружили зимой 2012 года в Аризонской пустыне. На груду фиолетовых полупрозрачных сфер натолкнулись американские туристы. В интервью новостям 9-го канала Аризоны они заявили, что на ощупь загадочные гранулы были липкие и водянистые. Мы сначала испугались, но потом подошли поближе. Потом потрогали эту кучу палкой. Потом решились взять в руки. Это было очень необычно. Стояла дикая жара, а эти шарики были прохладными. Поначалу находку решили списать на промышленные отходы. Но откуда им взяться в безлюдной пустыне, где не то что предприятий, нет даже асфальтированных дорог? Эксперты предположили, что это может быть неизученная форма жизни. Скорее всего, некие споры, которые переносят такую жизнь. Однако докопаться до правды журналистам не удалось. Как только репортаж о странных сферах вышел в эфир, в пустыню приехали военные. Они забрали загадочные предметы и увезли в неизвестном направлении. Смотрите после рекламы. Подарок из Тибета. Зачем кот Далай-Ламы спасал жизнь советского генсека? Кот должен оберегать хозяина от всех опасностей. И кто охотился за ядерными секретами сверхдержав? Они могут быть в человекообразной форме. Вот один из номеров газеты «Московский комсомолец» за 1989 год. В статье описывается странный случай, который произошел в московском метро. На кольцевой линии вагон вошли пятеро мужчин. Все были одинакового роста, в одинаковых черных костюмах. Свидетели говорят, что оказавшись рядом со странной компанией, пассажиры испытывали леденящий ужас. Эти люди в черном проехали три круга по кольцевой линии, не выходя из вагона. На четвертом круге произошло нечто удивительное. На станции Новослободская вся компания направилась к выходу и словно растворилась в воздухе. Многие исследователи уверены, что Земля находится под наблюдением нескольких сверхцивилизаций. И если одни направляют человечеству послание и предупреждение, то другие давно высадились на планету. Исследователи уверены, Больше всего этих шпионов интересует ядерное оружие землян. Осенью 1958 года в американскую национальную атомную лабораторию Лос-Аламос проник неизвестный. Охрана открыла стрельбу, но ни одна пуля не попала в цель. Нарушитель с необычайной легкостью перемещался по секретной лаборатории, моментально открывая все замки. Причем позже на них не нашли следов взлома. Мое мнение, что инопланетяне есть, они могут воздействовать на сознание человека и подавать те картинки в мозг, которые они хотят, чтобы человек видел. Многие уфологи полагают, что на Земле действуют не сами пришельцы, а высокотехнологичные биороботы. Отличить их от обычного человека практически невозможно. Это под силу только тем, кто обладает экстрасенсорными способностями. У многих людей отсутствует аур. И такие люди считаются как бы неживыми. Но они выглядят как живые, они говорят, двигаются, но ощущение от них как вот от мертвых. Такие люди с первого взгляда могут сказать, что перед ними неживое существо. Ведь у биоробота нет главного – ауры. А это все равно, что человек без сердца и мозга. Таких людей можно увидеть повсюду. У очень многих ауры как будто бы нет на улице, в общественном транспорте. Их очень много. Наблюдать за цивилизацией своими хозяевами могут и вполне безобидные с виду существа – кошки. Судя по древним рисункам, животные сопровождают фараонов, жрецов, строителей пирамид. Они появляются на загадочных изображениях богов, которые больше похожи на инопланетных гостей. Кошки словно следят за всем, что происходит в государстве. Кошки связаны и с прошлыми жизнями, и с прошлым человечеством, и не только с человечеством, и до исторических времен, так скажем, и предыдущих рас. Мало того, что кошки могут и сами быть представителями иной расы. Не исключено, что кошки генетически близки к инопланетным существам. Кошка – большая сенситивная антенна, которая соединяет ее с другими мирами. Кошка может выйти, открыть дверь и выйти в другое измерение, в другой пространство. Иногда они занимаются не только наблюдением, но вполне активно влияют на мировую политику. Известно, например, что у Леонида Брежнева был необычный кот. Генсек привез его из Индии. Кот, обладая какими-то мистическими способностями, предупреждал своего хозяина об опасностях. Если какие-то готовились неприятности для Леонида Ильича, то кот сразу даже набрасывался на охранников, чтобы отгонять их и предупредить своего хозяина. Во время визита в Индию Брежнева познакомили с одним из тибетских лам, который входил в свиту Индиры Ганди. Монах заявил, что у него есть особый подарок для высокого гостя. И вручил генеральному секретарю огромного кота. Мой учитель говорил, что он подарил одному из русских кота особой породы. Кот обладал необычными свойствами. Он словно видел будущее и мог предупреждать об опасности. Необычный кот быстро завоевал доверие генсека. Если Брежневу грозила опасность, животное проявляло признаки крайнего беспокойства. Кот мешал Брежневу одеваться, с диким визгом набрасывался на машину генсека и грозно шипел на начальника охраны. Есть версия, что именно кот спас Брежнева от неминуемой гибели в 1966 году. Тогда один из милиционеров в оцеплении открыл огонь по машине генсека. Милиционер стрелял с двух рук по второй машине кортежа. Он знал, что обычно именно в ней едет генсек. Но в тот день Брежнев при подъезде к Кремлю приказал водителю перестроиться в хвост колонны. Накануне кот Леонида Ильича был вне себя от ярости и не желал выпускать хозяина из дома. Выходит, космическим наблюдателям было выгодно, чтобы генсек остался в живых. Такому провидцу можно было доверять как самому себе. Кот предсказывал автокатастрофу и покушение предостерегал от рискованных поездок. Говорят, Брежнев много раз благодарил Индиру Ганди за подарок и даже просил наградить кота каким-нибудь уместным в таком случае орденом. Он спасал жизнь Брежнева от покушения французских террористов и от несчастных случаев. Вокруг погибали люди, но сам Леонид Ильич благодаря таинственному животному всегда оставался невредим. Этот кот был очень больших размеров и тибетцы сказали Леониду Ильичу, чтобы он его кормил мясом. И вот он, Леонид Ильич, постоянно кормил мясом. В 1982 году в Ташкенте Брежнев, возглавлявший московскую делегацию, заехал на авиазавод. Чиновники уже шли к выходу, когда на них упала техническая четырехметровая площадка с рабочими. Брежнев чудом остался жив и только сломал ключицу. Позже генсек узнал, что именно в тот момент его любимый кот сорвался с поводка и бросился под колеса проезжавшей машины. Возможно, к тому моменту Брежнев уже выполнил свою миссию и перестал интересовать инопланетных наблюдателей. Смотрите после рекламы. Какое предсказание Пушкин зашифровал в строчках поэмы Руслана Людмила? Советский Союз перестает так же существовать. Атлас другой планеты. Куда исчез автор в самой таинственной книге на Земле? Его способности кажутся необычными. Некоторые послания нам передают буквально открытым текстом. Только понять их способны не все. Обычно это удается людям с особым складом ума. Тем, кого мы называем гениями. Правда, и в этом случае есть одна проблема. Гениальный человек может сам зашифровать полученное сообщение. Просто потому, что думает он совсем не так, как обычные люди. Возьмем знакомую всем поэму Пушкина Руслана Людмила. На первый взгляд это романтическая поэма с элементами пародии и гротеска. Но специалисты считают, что все гораздо серьезнее. Литературоведы Сергей и Наталья Бородачева уверены, Пушкин был не только гениальным поэтом. По всей видимости, Александр Сергеевич обладал даром ясновидения. Филологи внимательно изучили поэму Руслан и Людмила. И в ней обнаружился целый пласт политических предсказаний. Не само государство, а именно вот этот демон государственности, который выражает все негативное, что есть в данной системе управления. Неужели поэт мог предвидеть становление и крах великой страны? И известно, что Пушкин немало времени посвятил изучению отечественной истории? Могло ли гению, который хорошо усвоил закономерности развития России в прошлом, вдруг открыться будущее? Если появляется гений, способный создать совершенный миф для целой нации, то такой миф обязательно становится пророчеством. А вот и самое удивительное совпадение. Во время поединка Черномор три дня носит Руслана по воздуху. Литературоведы считают, это те самые три дня 1991 года, которые перевернули страну. Ни августовского путча ГКЧП. Поэт увидел и дальнейшие события. В поэме царство Черномора рушится на глазах. Разве не похоже это на крушение Советского Союза? После этого Руслан в ярости рушит все вокруг и царство Черномора рушится. В 91 году Советский Союз перестает так же существовать. С грохотом разваливается. Поэму Руслана Людмила Пушкин создал еще в лицее. По предположению исследователей творчества поэта, он хотел описать и будущее новой России. Наброски, указывающие на этот замысел, можно найти в черновиках Александра Сергеевича, но закончить произведение Пушкин не успел. Жизнь этих людей сплошная загадка. Непонятно, где они родились, когда умерли и умерли ли вообще. Один из них таинственный ученый Роджер Бэкон. Его считают автором вот этой книги. Она написана 600 лет назад и до сих пор ее никто не смог прочитать. Самая загадочная книга в истории человечества. Ее автор использовал язык, которым никто на земле не владеет. Рукопись называют манускриптом Войнича по имени коллекционера Вилфреда Войнича, который случайно обнаружил ее на блошином рынке в Каунасе. Почти на трех сотнях страниц рисунки и поясняющий текст. Это словно путеводитель по неизвестной планете. В книге все выглядит как подробное описание неземных растений, животных, материков, лекарств, календаря и даже карты звездного неба. Причем даже современная астрономия не может ответить, в какой части Вселенной находится эта планета. ее происхождение тяется так сказать в веках. Она написана либо на неизвестном языке, либо здесь применен шифр, а вполне возможен и то и другое. Ее пытаются дешифровать, причем специалисты в том числе из государственных криптоаналитических служб Соединенных Штатов Америки. Исследователи творчества Бекона говорят, что он знал гораздо больше, чем любой другой ученый того времени. В 13 веке он каким-то образом предвосхитил современные открытия в области астрономии и математики. Известный философ Роджер Бекон, живший в Англии, только с помощью современных компьютеров, буквально не так давно, несколько лет назад, был дешифрован его записи, его шифры, там был очень сложный шифр перестановки, в результате чего выяснилось, что он описал рецепт пороха изготовления за сто лет, примерно даже более, чем известный монах Бертольд-Шварц, который считается в Европе изобретателем пороха. До сих пор неизвестно, когда и где родился Роджер Бекон и когда и где умер. А биографы-философ описали, что он часто внезапно и надолго исчезал. Есть версия, что он всего лишь выглядел как земной человек. Исследователи уверены, что Бекон легко мог перемещаться во времени и видеть человечество в любой период его существования и в прошлом, и в будущем. В манускрипте Войнича, говорят ученые, скорее всего, описана планета, на которой люди поселятся через десятки веков. Она также пригодна для жизни, как и наша, но находится в другой части галактики. часть глав таинственной книги содержит рассказ о глобальной катастрофе, которая погубит Землю и заставит человечество переселиться в другую часть Вселенной. Будет подтопление в Гренландии за счет того, что изменится течение Гольфстрим, великие озера Америки соединятся с океанской водой. Расшифровка этой книги может стать для человечества настоящей инструкцией по выживанию, чтобы узнать о причинах колоссальной аварии и попытаться ее предотвратить. Главное сделать это вовремя. Послания из космоса говорят, что времени у человечества осталось не так уж много. Вот сигнал, который пришел на Землю в конце 70-х годов. Всего 4 буквы и 2 цифры. Среди астрономов он вызвал волну небывалого оптимизма. Впервые ученые получили документальное подтверждение того, что мы не одиноки во Вселенной. Но потом за расшифровку сигнала взялись криптологи. И радость в научных кругах сменилась тревогой. Как выяснилось, это послание не обещало землянам ничего хорошего. Эти звуки пожалуй самый важный радиосигнал за всю историю человечества. Его назвали вау-сигналом. Это междометие. Единственное, что смог выговорить американский ученый Джерри Эймон, дежуривший 15 августа 1977 года на радиотелескопе Большое Ухо в университете штата Огайо. Из космоса впервые пришел осмысленный сигнал. Мы, наверное, где-то внутри осознаем, понимаем, что мы не единственные в этой вселенной живые существа, думающие разумно. С начала 70-х годов несколько мощных станций время от времени посылали радиосигналы во вселенную. По всей видимости, в университет Огайо пришел ответный радиосигнал. Он ушел из центра галактики, из созвездия Стрельца. За три года прошел 50 тысяч световый план. Подобрать код к таинственному посланию удалось лишь недавно. Ученые утверждают, жители другой планеты оценили уровень нашего развития и отправили оценку с помощью радиоволны. IQ-65. Так можно перевести это послание. Оказалось, что по этому уровню мы являемся слабоумными. И что с нами контакт не перспективен. Получается, что сигнал, названный нами от восторга ВАУ, ничего хорошего Земле не сулит. Предупреждение никогда не бывает лишним. А вот способна ли наша цивилизация противостоять новым угрозам, это еще большой вопрос. Скорее всего, ответ мы узнаем из тех посланий, которые еще только предстоит расшифровать. Ведь уже по первым открытиям понятно, что эти тексты содержат уникальную информацию о мире. И, возможно, не только нашем. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok